Будьте осторожны при забое животных, вы можете случайно заразиться. Сибирская язва может передаваться при контакте с домашними животными и при попадании зараженной почвы под посевы. В результате повреждается кожный слой и рана покрывается черным пятном и ослабляется чувствительность кожи. Эксперты предупреждают, что необходимо обеззараживать скот и их место обитания. В этом году жалоб на сибирскую язву в городе нет. Тем не менее, эксперты призывают людей, занимающихся животноводством, получить вакцину для предотвращения распространения заболевания. То есть лучше, чтобы и животное, и его хозяин получили соответствующие прививки и выработали иммунитет против заболевания. В целях профилактики опасных заболеваний животных в 2024 году запланировано около полутора миллиона прививок от 14 разных опасных заболеваний. Более 240 тысяч диагностических исследований против 29 различных опасных заболеваний. Животных, умерших от сибирской язвы, нельзя хоронить самостоятельно. В этом случае необходимо обратиться к соответствующим специалистам, сжечь и уничтожить возбудителей. Если вы заметили в своем организме симптомы болезни, спешите не к лекарям, а к врачам, утверждают специалисты. Когда появляется рана на коже, большинство из нас называют ее черной раной и идут к лекарям или самостоятельно выдавливают. Затем эта рана увеличивается и распространяется на все тело и ухудшает состояние больного. В случае появления неизвестной черной раны или признаков интоксикации, необходимо немедленно обратиться к врачу. Нужно отметить, что территория скотомогильников, где были захоронены больные животные, должна быть огорожена, и земельные участки в радиусе одного километра не должны использоваться для любых целей. То есть, на такой территории запрещено пасти скот и заниматься земледелием. Нургислав Дежалелов, Диана Блязис, Новости. Субтитры создавал DimaTorzok